Всем привет! Это канал Music Witch. И мы продолжаем с вами изучать младшие арканы Таро. Сегодня будем знакомиться с мастью жезлов. В общем и целом жезла связаны с нашей духовностью, интуицией, творчеством и амбициями. И они олицетворяют непредсказуемую стихию огня. Огонь это самая активная стихия. То есть здесь нужно обладать большим импульсом, активно действовать, продвигаться вперед и не сидеть на месте. Так, ну что, давайте приступим. Первая карта у нас это Туз Жезлов. Напоминаю, что мы разбираем арканы при помощи трех колод. Это классическое золотое Таро Уэйд Аркнову. Оно лежит по центру. А колода Таро Додаву, она лежит слева. И колода Таро в последствии, она лежит справа. Так, так же мы будем смотреть классическое завершение карту в колоде Райдеру Уэйд Аркнову. И я буду делиться с вами своими ассоциациями по каждой карте. Итак, первая карта это Туз Жезлов. Здесь мы видим, как рука Провидения, высунувшись из облака, на ней протягивает нам Жезл в виде деревянного посоха с зелеными веточками. То есть это не мертвое дерево, а это живое дерево. И оно находится в самом расцвете. А другие исходят золотые лучи во все стороны. И внизу мы видим какое-то поселение. Там на дальнем плане есть горы. Так, возьму свою вспомогательную палочку. На дальнем плане есть горы, какой-то большой, прекрасный, светлый замок, река и деревья. На карте все хорошо. Туз Жезлов означает вдохновение и творческую изобретательность. Также это какой-то, может быть, счастливый момент, удачный истечение обстоятельств, которые Вселенная посылает нам. И если мы воспользуемся этим шансом, то нас ждет большой успех. Давайте теперь посмотрим карту. Так, извините, сейчас я попрям. Посмотрим карту Туз Жезлов из Галандару Тудаву. Так, здесь сразу смотрим на отличие. Рука Провидения как будто не тянется за этим Жезлом, чтобы поймать его. А вот этот Жезл очень напоминает что-то среднее между древом жизни и древом познания. Если вы помните, то на старших арканах, например, на карте Влюбленных или на карте Дьявол, были видны древо жизни и древо познания. Так вот, этот Жезл, он их, как я уже сказала, объединяет с одной стороны его листики, а с другой такие как горящие листья. Внизу мы видим тот же самый замок, но он у нас скрыт за небольшим холмом река Дьяви и бросаются в глаза такие мертвые, безжизненные остатки деревьев на переднем плане. Какое складывается ощущение, глядя на эту карту? Что? Скоро? Скоро нам в чем-то повезет, но пока у нас все не очень гладко и не так, как хотелось бы. Но вселенная уже работает над тем, чтобы помочь нам. Так, и давайте посмотрим тут Жезлов из колоды. Как мы видим, Жезл, рука Провидение нам уже вручилась и вероятно мы уже держим его в руках. Вот здесь очень такие молодые зеленые листья стильдят. И рука Провидение в догонку к Жезлу достает нам еще ящерицу. Так, давайте посмотрим, что означает ящерица. Вообще ящерица это символ подвижности, проворности, уловимости и возрождения. То есть вселенная не просто вручает нам Жезл, но еще и указывает нам, как нам нужно действовать. А действовать мы должны вот как эта ящерица. И обладать мы должны такими же качествами, которыми обладает она. Так, хорошо. Теперь давайте посмотрим на изображение классическое. Тузажер. Это карты из колоды, оригинальные колоды Райдера Уэйда. И вот я прочитаю в ассоциации этой карте. Так, Туз Жезлов это активация, время действовать, вспышка, вдохновение, новое приключение. Путешествие, начало новых отношений или начало бизнеса. Какой-то стимул, мотивация, страсть, энтузиазм. Рука проведения с белым сиянием протягивает из облака Жезл в фантастическом вдохновении, из которого растут молодые побеги. Под Жезлом изображен пейзаж с яркой растительностью, замком, спокойной рекой и пышными деревьями. Стабильность, процедание, движение, а также эмоции, которые задают импульс и поддерживают в новом начинании. Мироздание несет вам дар творчества. Творчество. Откройтесь возникающим новым возможностям. Идеальное время, чтобы начать двигаться к своим целям или реализовывать творческие проекты. Давайте еще раз посмотрим на все три карты. Видите, как отличается растительность здесь и здесь. Здесь как будто зима только-только закончилась, еще ничего не начало расти. А вот здесь уже поздняя весна или даже лето все такое зеленое, сочное, яркое. Так, хорошо. Следующая карта это двойка Жезлов. Начнем с центральной карты. На центральной карте изображен молодой мужчины в оранжево-красной одежде. Один Жезлов он держит в руке и опирается на каменную невысокую стену. Удивительно, что он стоит внутри какого-то своего замка. Во второй руке он держит земной шар. Как бы спрашиваю, чем бы нам теперь заняться, куда бы нам дальше отправиться. И еще один Жезлов у него стоит с другой стороны. На заднем плане мы видим невысокие горы и большую воду. Вода второго означает эмоцию. А горы это какие-то сложности, трудности или испытания, которые предстоит пройти. Так, теперь давайте посмотрим кого-то. Карту из каунтеров до того. Здесь мы видим, что герой, который изображен на центральной карте. Здесь он стоит в стороне и наблюдает за тем, как какой-то мальчик держит этот земной шар. И рассматривает его. На заднем плане мы также видим входы, зеленые поля и горы. И мальчик направлен в сторону вот этих более высоких гор. И вероятно, он тоже присматривается к этому шару и спрашивает у него, к чему ему стоит двигаться, к каким целям стремиться. Куда расти? Куда отправиться? Получается, главный персонаж, он пока что только смотрит на этого мальчика. И тут, может быть, как раз и приходит в голову вот идея, что пора бы к мальчику присоединиться и тоже подумать о своих заветных целях, мечтах и планах. Так, и карта Килискаута второго последствий. Эта карта очень интересная, потому что здесь к нашему герою присоединилась женщина. Прошу прощения, у нас прервалось видео. Мы остановились на данной карте. И здесь наш герой, он протягивает вот этот сильный шар своей женщине. То есть, как его приглашают ее разделить вместе с ним, это путешествие. Путешествие. На ковычках нет святого. Может быть, продвижение к его цели предлагает ей разделить с ним. Так, давайте теперь посмотрим на карту двойка жив. В классическом изображении. Как она выглядит. Так, в общем-то то же самое, что мы до этого видели на карте. Разве что здесь более отчетливо видно, что второй жезл у нас прикреплен к крепостной стене, которую стоит наш герой. Итак, о чем же карта двойка жезлов? Двойка жезлов это выбор. Это также планы на будущее. Планирование. Пора строить планы на будущее. Хватит сидеть на месте. Жажда приключений. Новые возможности для карьерного роста. Смена деятельности. Смена работы. Или мысли, допустим, по поводу того, куда вложить инвестиции. Или каким проектом заняться в будущем. Или на какую профессию стоит изменить свою. На карте изображен мужчина в одежде красного цвета. В правой руке он держит земной шар, а в левой руке он держит жезл. Еще один жезл стоит на земле рядом. Он смотрит вдаль и, вероятно, строит какие-то планы. Остаться с тем, что вам знакомо, или выбрать неизвестное приключение. Он уже добился стабильности и теперь жаждет приключений. Один жезл он надежно прикрепил к стене замка, показывая, что наращивает свое состояние. А второй жезл поднял выше головы. Глобусы в правой руке показывают, что весь мир в его руках. Куда же ему отправиться? Будражище. Огненная энергия толкает вас вперед, но остерегаетесь торопливых действий. Может означать нетерпеливость и поспешные действия, обусловленные при возбуждении. Спокойные оттенки карты говорят о том, что сейчас пока идет период бездействий и подготовки. Да, то есть сейчас у нас этап планирования и красный цвет одежды говорит о том, что он нашу персонажу восподоражен и находится в активном состоянии. То есть он в данный момент разрабатывает планы на будущее. Вот, а действие у нас начинается уже на следующей карте, на тройке жезлов. Давайте перейдем как раз к тройке жезлов. Так, на центральной карте мы видим, судя по всему это выше самого персонажа в красно-оранжевой одежде. Только он уже вышел за пределы своей крепости и находится на берегу какой-то реки, по которой проблывают корабли. Один жезл наводится за его спиной, один он держит в руке и еще один жезл как бы стоит впереди. А по сравнению с двойкой жезлов, где было только планирование и бездействие, здесь уже началось активное действие. То есть он, во-первых, покинул свой замок и его взор направлен в сторону кораблей, которые движутся по этой реке. То есть он уже, возможно, тоже направил куда-то свои корабли. И уже начал свой бизнес, начал свой путь, начал свое продвижение к цели, которые наметил. Что еще на этой карте мы видим? Мы видим красиво распустившись цветы на переднем плане. И основной фон карты уже таких ярких оттенков. Сейчас я вам покажу эту карту. Классическая колода. Посмотрите, какая она яркая. Колода яркая. И сам хочет играть в маленькой цвет. Двойка жезлов. По сравнению с ней, такая полегкая, серая, потому что на ней ничего не происходит. Игра... А здесь уже... Работы не пели. Так, а теперь... Карты из Галдаро Додаво Здесь у нас изображен наш персонаж В виде охотника Вот он держит на геан свою охотничью птицу Не знаю кто это Орел Сокол Вот он похожий И он держит листочек Там что-то написано Как будто Он собирает этот листочек отдать птице Чтобы она куда-то его внесла Или птица ему этот листочек принесла В общем Довольно сложный сюжет Давайте посмотрим еще Карту из Галдаро Последствий Так Здесь Антон отпустил свою птицу Но никаких листочков она не несет А еще Что я на этой карте вижу Что у него уже два жезла находятся позади него А за третий он держится рукой Так Судя по фигуре мужчины И что он Обратил свое внимание На вот этот листочек Мы не знаем что на нем написано Но Вероятно это какая-то важная для него информация Здесь Здесь Мы Не видим Чтобы он активно Действовал Так как на этой карте Он весь вот там В этом процессе Он направил свою охотничью птицу куда-то А здесь он только Собирается это сделать Так В остальном я Здесь больше не вижу никаких Нюансов Отличий Давайте еще раз Взглянем Карту В ее классическом изображении И я немножко Сочетаю значения Тройка жезлов Это расширение и рост Активность Стабильность И стремление к дальнейшему росту Реализация успешного проекта Достаток энергии Для осуществления своих планов Партнерство Надежный фундамент Поддержка Помощь Наполненность Амбициями И воодушевлением Мужчина в красном плаще Стоит к нам спиной Он держит жезл в правой руке За его спиной стоят еще два жезла Он смотрит вдаль На корабли Проплывающие мимо Цвет карты Красно-оранжевый Что говорит Об огненной активной энергии А жезла Намного выше чем Намного выше чем На двойке жезлов Давайте сравним На двойке жезлов На шезлы На шезлы невысокие Они размером с этого человека А шезлы, которые держат руки Они вообще кажутся маленькие А на тройке жезлов Шезлы уже очень высокие Видите, как будто они Выросли с момента Выросли с момента душа Так Так Корабли плывущие по морю Ассоциируются с надеждой Мечтами и планами Реализация Реализация этих планов В ближайшем будущем Возможности для выполнения Кромномасштабных задач Вот такая У нас стройка жезлов Так Так Ну что, давайте Пойдем дальше И ждем Четверки жезлов Четверка Это число Стабильности И На этой карте мы видим Что происходит Какой-то праздник Какое-то радостное событие Здесь у нас Стоят Четыре жезла И между ними Две девушки В праздничных Костюмах Одеждах С венками На голове И буньетами На руках Что-то отмечают На заднем плане Мы видим Какой-то Зам Гребость Или Городище И Так же Много Людей Которые Тоже Празднуют Какое-то Событие И здесь Мы видим Своеобразные Фигелеты С фруктами Зеленью Виноград Это означает Второе Изобилие Возможно Они уже Пожинают Планты Это Урожай Которые Они сняли Так Ну и Общее настроение Карты Такое Радостное Праздничное Приятное Приятное Атмосфера Так Давайте Посмотрим Еще Две Карты Не сильно Они отличаются друг от друга Это Слева Карты Искала На дороге До того А это Карты Искала На дороге Последствий Жезлы И Винки Одинаковые На этих двух картах Замок На заднем плане Тоже Одинаковые Разница В чем В том Что повозка Едет здесь Справа Налево И В нее Запряженный Черный И Кажется Белый Но Или он один Тут Непонятно В повозке Едут Извозчик И Девушка С букетами И Люди За повозкой Радостно Приветствуют Эту Колесницу А На этой Карте Колесница Едет слева направо И Тут Мы видим Два Мула Белого цвета Везут Эту Полоску И На заднем плане Люди Празднуют Какое-то Событие Очень Сложно Разгадать Что же Авторы Этих Калод Имели ввиду Изобразив Такое Ну Можно Зацепиться Разве Что за цвет Черный Цвет А Второе Обычно означает Что-то негативное Тогда Как Белый Цвет Это Что-то Связанное Духовностью Чистотой Волшебством Опять Рука Проведения У нас Всегда Белого цвета Или В Белоснежном Свечи Так Ну У меня Честно говоря Больше Нет Идей За что тут Можно Зацепиться На этих картах Может быть У вас Боятся идеи Оставляйте Пожалуйста Их В комментариях Так И Давайте Посмотрим Еще Классическое Изображение Карты В Колоте Райдер Да Видите Она также Желтого цвета Посмотрите Карты Практически Этентичны Только На двух этих картах у нас колесница и запрошенные А Здесь Непосредственно Само Празднование Может быть Это означает Что Праздник Скоро Скоро произойдет Скоро Подойдет Время Собирать Платы Здесь Это Торжество Происходит В данный момент А здесь Торжество Уже Закончилось И гости Разъезжаются Может быть Это имелось ввиду Итак Давайте Я Сочетающие Свои заметки Казательные Карты Четверка Жезлов Это Праздник Особые События Стабильность Гармония Празднование Успех Радость Дисабилие Торжество Гости Успешное Завершение Проекта Достижение Цели Покупка Дома Образование Синьи Или Пустить Корни На Карте Изображены Четыре Жезла Между Которыми Развешен Красивый Цветочный И полный Хин с Гроздями Винограда За ними Две Девушки С Радостно Приветствуют Нас Подняв Над головой Букета С Цветами Вдали Мы видим Несколько Навятно Одетых Людей Направляющихся В сторону Огромного Замка Где Вероятно Их Ожидает Пышное Торжество Организованное Празднование Свадьба Юбилей Или Любой Другой Повод Удовольствие От признания Вашего Труда И энтузиазма На работе Совет Этой Карты Проведите Время С семьей Или Друзьями Или Организуйте Вечеринку Такая Вот Карта Четверка Желома И Мы С вами Плавно Приходим К следующей Карте Это Пятерка Желома На этой Карте Мы видим Соревнования Или Состязания Пятеро Молодых Людей Вооружившись Жезлами Играючи Соревнуются Между Собой По их Лицам Мы видим Что Это Всего Лишь Тренировочные Бои Это Не Бой Но Давайте Сразу Посмотрим Карты И С Кого Дару Мы видим Что Один Из Юноши В красной Одежде В конце Концов Подержал Верх И Здесь Празднуют Свою Победу А На земле Сидят Четы Его Повершенных Приятели Т Т То есть Я бы сказала Что На этой карте Говорится не только о борьбе Но и о проявлении каких-то лидерских качеств Соревнований Состязаний Я жду Людьми Так Фактическое Спрашивание Кажется Здесь Мы тоже видим Этого вода У человека В красном Он Выделяется На фоне Всех остальных Тем Что Во-первых Его одежда Красного цвета Во-вторых Единственное В шапочке А Все остальные Без головных упоров Наличие шапочки На голове Еще и красного цвета Говорит о том Что В этом соревновании Он Задействует Своей мозги Или Свой И Видимо Это как раз и помогло ему Держать Победу Или Во всяком случае У него В этой красной шапочке Сконцентрировано Его Неуёмное желание Держать верх Он Этого Очень Сильно Хочет И Как мы видим На этой Заключительной Карте Из Кого-то Последствий Выдов Добивается Так Пятерка Жезлов Это Состязание Или Соперничество Конкуренция Соревнования Игра Тренировка Драка Разборки Лидерства Проверка Своих Возможностей Определение Победителя Конфликт Или Спор На карте Мы видим Пять молодых юношей Сражаются друг с другом Жезлами Выясняя Кто из них Самый Сильный И Ловкий В центре Изображен Мальчик В красной Одежде И Красном Головном Уборе Возможно Это Он Выглядит Уверенным Собранным И Крепко Сжимает Жезл Двумя Руками Ярко Синий Фон Карты Означает Готовность Ясно Мыслить Во время Больбы Отсутствие Фонов Ландшафта Подчеркивает Безотлагательность Действий И Бдительность Необходимые В данный момент Совет По этой карте Действовать Стратегически И Не ввязываться В концентричные Битвы Нужно Сосредоточиться На выполнении Одной Задачи А не браться Сразу За несколько Проектов И Следующая Карта У нас Шестерка Жезлов Это Карта Побед И Признания Это Карта Всадника В Красной Одежде Возможно Это тот же самый Молодой человек Который Присутствовал На всех Предыдущих Картах Но теперь Он уже Повзрослел И Возмужал И Он теперь уже Вверхом на коне Возвращается Из какого-то Похода Из каких-то Завоеваний И Все Люди Приветствуют Его Как Победителя В руке В руке Он держит Жезл Спривязан К нему Винок И Винок Также На его голове Так На Карте Из Из Кого-то Торо До Того Мы Видим Что Какой-то Священнослужитель Возможно Либо Просто Кто-то Уважаемый Надевает Этот Винок На голову Молодому Человеку Ну или уже Мужчина Лицо Довольно Уже Взрослое То есть Что это? Это признание Признание Его За слуг Так А на карте Из Колонны Торо Последствий Увидим Как Этот Мужчина Уже Снимает Винок Со своего Жезла И Надевает Его На голову Молодой Девушке Ну что Можно сказать О сюжете Декард Молодой Человек Который У нас Присутствовал Еще На пятерке Жезла Смужал Отправился В какой-то Поход В странстве И Вернулся С Достатком С Какими-то Своеваниями В В виде Победителя И Окружающие Люди Признали Его Успех И теперь Он Подумывает О том Чтобы Обзавестись Семьей И И Вот Он Избрал Одну Из Девушек И Предлагает Этой Девушке Разделить Вместе с ним Победу Разделить С Свою Победу Так Давай Ещё Посмотрим На Эту Карту Классическом Классической колоде Райдеровой Да Ну В общем-то Всё то же самое Разве Что Здесь Мы видим Яркое Голубое небо И Одеяние Лошади Кон Монотонно Зелёное Здесь Получаются Три основных Цвета Колбой Зелёный Красный И Белый Конь Так Шестёрка Жезлов Это Победа И Признание Победа В чём ты Выиграешь То с чем Можно Поздравить Человека Вознаграждение Почести Хорошие Новости Гордость За Свои Успехи Признание Своих Достижений Принятие Похвалы Успех Успешное Лидерство На карте Молодой Мужчина И Красном Плаще Победоносный С гордостью Сидит На белом коне Украшенном Зелёной Тканью И держит В руке Жезл С привязанным Клиновым Винком За ним Торжественно следуют Люди С подняться Жезлами И приветствуют Его победу Насладитесь Победоносным Моментом В окружении тех Кто вам помогал Преуспевание 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 И рост доходов Также По этой карте Повышение Своего Уровня Во всех Сферах Жизни Наслаждение Успехом И признанием Вы готовы Принять на себя Роль лидеров В вашем сообществе Или в группе По интересам Вот так Прекрасно Шесть карт Мы уже рассмотрели И теперь Переходим К седьмой карте Семерка Жезлов Основу У нас Здесь идет Заперничество Чем-то эта карта Напоминает Пятерку Жезлов А теперь Мужчина Судя по всему Необходимо Отстаивать То, что То, что Он Обрел То, что Заработал За свою жизнь Потому что Может быть Ему нужно Отстаивать Свою позицию Или Свою должность Потому что Кто-то Претендует На то Что Ему Принадлежит Ну Мы видим Что он уверен Держит Жезлов В двух Отбор Ах И Настроен На решительный Отбор Всем Мне Друговленье Доброжелательным И Так Карта Дород Утого Здесь Мы Видим Как он Стоит На коленях Смиренно Сложив Руки На На Груди И Поклонившись И Перед ним Стоят Вот эти Жербы Так А вот На этой Карте Мы Видим Что Вот этим Вот Мольбами Может быть Просьбами Подождать Или Войти В его Положение Он Ничего Не добился И Ему Пришлось Взять Жезл В руки И Начать Вести Открытую Польбу С Другими Людьми Но Мы Видим Что Он Полон Энтузиазма В этой Польбе Мы Видим Что Он Скорее Всего Удастся Отстоять То За что Он Сражается Глядя На Все Эти Три Карты Какой Мы Видим Сценарий Здесь Как будто Люди Приходят Ему Отдай То Что У Есть Он Говорит Люди Отдумайтесь То Что У Мне Есть Я Сам Заработал И Вы Вы Тоже Можете Последовать Моему Примеру Давайте Не Будем Устраивать Состязание Здесь Видимо Люди Не Услышали Его Слова И Продолжают Продолжают Свою Пучу И Он Берет В руки Жезл И Говорит Так Я Вам Это Не Отдам Если Что Я готов Постоять За себя И Видимо Ему Все-таки Пришлось Это Сделать Потому Что Людей Не Смог И Есть Только С помощью Сил На Классическом Изображении Этой Карты Мы Видим Что Подавляющее Что Фон Фон Этой Карты Это Синий Толбой Цвет Осознанности Ясности Также Мы Видим Что Герой этой карты Одет в зеленую одежду То есть Он Уравновешен Спокоен И Не Агрессивен Агрессия Направлена На него Со стороны От тех Кто Находится Ниже Он Он Стоит На Возвышенности И Предупреждает При помощи Своих Жезлов Тех Кто Пришел К нему И чего-то Не хотят получить Так Давайте Еще Сочетаю Свои Ассоциации По этой карте Семерка Жезлов Это Оборонительное Поведение И Уверенность В себе Защита Себя И своих Интересов Аргументация Своего Мнения Отстаивание Своей Позиции Защита Того Что вам дорого Непредвиденные Трудности И препятствия По этой карте Придется Проявить Твердость Характера На карте Мы видим Молодого Мужчину Взобравшегося На Возвышенность И готового Защищать Себя Жезлов На переднем плане Мы видим Шесть других Жезлов Которые Вероятно Держат те Кто хочет его Скинуть С занимаемой Им позицией Его поза Полна Уверенности Ноги Широко Расставлены Он Крепко держит Жезл двумя руками И показывает Что не собирается Сдаваться Или уступать Кому-то В достижении Целей Важно Отстаивать Свои убеждения Похоже Юмашу застали Врасплох Так как На ногах У него Разная обувь Действуйте Уверенно И стратегически Смело И Прислушивайтесь К своей Интуиции Вы В состоянии Подняться Над конфликтом И достигнуть Своих целей Сохраняйте Объективность Сосредоточьтесь На фактах И старайтесь Найти Решение Так Хорошо Семерку Жезлов Забрали И дальше Переходим К восьмерке Жезлов На карте Восьмерка Жезлов На карте Мы видим Как восемь Жезлов Летят По мосту Как будто кто-то их запустил И нескоро Должны Достигнуть Свои цели Приземлиться Также На этой карте Мы видим Что вокруг Жезлов Влетают Бабочки На земле Мы видим Ландшафт Чем-то Напоминающий Ландшафт Изображенный На карте Туз Жезлов Так В общем На этой карте Все хорошо И Одно только От этой карты Ощущение Что скоро Что-то Произойдет Ну Это что-то Не Не то Что Может разрушить Наши планы А это Возможно То чего Мы давно ждем Ведь бабочки Не могут Значать Что-то плохое Так что Это то Чего Мы давно Ждем Или Может быть Даже Мы этого Не ждем Но Оно Скоро Произойдет В нашей жизни И Принесет Нам Что-то Позитивное Какое-то Удачу Так 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 Это карта Из команды Дорода Дома И Опять же Проводим параллели Без тузон Жезлов И Жезлы Они Как будто Еще Только Готовятся К запуску Ящерица Возможно Символизирует Здесь Какую-то Мысль Или Идею А Когда Мы Выпускаем Жезлы Мы Запускаем Эту Идею В Жизнь На Материализацию Так Что Еще Давайте Посмотрим Еще Карту Искалату Второго Последствий Здесь Изображены Те же самые 8 шезлов Которые Несутся В воздухе На центральной Карте Но На первом Плане У нас Здесь еще Добавляется Лучник Что же Это может означать Готовность К чему-то То есть Лучник Возможно Не знает Что Несут с собой Жезлы Хороший Или плохой Но Он Уже Готов Если Что Ответить Если Эти Жезлы Направлены Врагом То Враг Получит В ответ Стрелу Что еще Может Эта карта Это означает Почему У нас Здесь Изображен Лучник А может быть Этот Лучник Ждал Когда Прилетят Жезлы Чтобы Начать Сражение Чтобы Даже Не сражение А когда Мы запускаем Куда-то Стрелу Как будто Мы Запускаем Какой-то Свой план В жизнь И Может Он Ждал Удачного Удачного Стечения Они обстоялись Чтобы Запустить Вот Стрелу К Этой Цели И Вот Он Дождался Когда Прилетели Жезлы То есть Все Встало В правильную Конфигурацию Для того Чтобы Ему Уже Может Быть Так Давайте Еще Посмотрим Карт Здесь Мы Тоже Видим Что Подавляющий Цвет Как И На Предыдущей Карте Семенки Жезлов Здесь Нет Здесь Нет Красного Цвета Только Жезлы Имеют Оранжевую Окраску А так Основной Фон Карты Очень Спокойно Оттенком Зеленый И Голубой Значит Мы На этой карте Спокойны Мы Мы Прислушиваемся К своей Интуиции Нам В целом Все Ясно И Мы Не Переживаем Мы Просто Ждем Удачного момента Так Давайте Я Сочетаю Еще Свои Заметки По этой Карте Восьмерка Жезлов Это Движение И Быстрое Действие Новости Скорость Сообщение Письма Телефонные Нескольких Источников Плотный График Общение Частые Встречи С новыми Людьми Увлекательная Жизнь Волнующая Спонтанная Поездка Или Помощь От Ниоткуда На карте Изображены Восемь Жезлов Зелеными Ростками Летящие Над Пейзажем В ярко-синем Небе Сообщения Которые Несут Жезлы Волнуют Ускоряют События И Изменяют Ежедневную Рутину Зачастую Чрезвычайно Позитивным Образом Совет Карты Расслабиться Так как Скоро Все встанет На свои места Также Карты Советуют Прокатиться На волне Радостного Предвкушения К вам Спешат Одно Или Несколько Предложений Или Идеи Предвкушайте их Появления Но Обостоятельно Подумайте О том Какие Из них Вы Быстро Отнесетесь К поставленным Целям Так что Следуйте За потоком И у вас Будет Необходима Энергия Чтобы Принять Все Жизненные сюрпризы Так И Следующая Карта У нас Девятка Желуха Желуха Выстроен И еще Один Жест Он держит В своей Руке Обратите Внимание На его лицо Оно Оно Недоверчивое Он Как будто Ожидает Какого-то Подвоха Или Неприятности И Он Закрыт Находится В закрытой Позиции Что-то Вероятное Пугает Его И Он Не Готов Пропускать Это Что-то В свою Жизнь На этой Карте Из Голода Таро До того Мы видим Как Черный Волк Пробирается К Этому Герою С Центральной Карты И Здесь У него Еще На голове Нет Повязки А здесь Он Видимо Получил ранение Когда Оборонялся От От Этого Хищника Видите Он Угрожает Волку Кулаком А Волк Тоже Имеет Очень Свирепый И Устражающий Видимо Ему Удалось Оградить Себя И Ну То Что То Что Находится За собой Которую Он Выстроил При помощи Шезлов Ему удалось Прогнать Волка Укрепить Вот Эти Вот Пустоты В заборе Проблешины И Он Теперь Находится Уже В оборонительной Позиции Потому что Ожидает Что Волк Может И Карта Второго Последствия Здесь К Присоединяется Еще один Мужчина И Он Тоже И Посмотрите У этого Мужчины Лицо Какое-то Странное Как будто Он Не совсем Понимает Что Происходит И У Этого Мужчины Тоже Лицо Такое Недоверчивое Как будто Вот Этот Мужчина Пришел Помогать Ему Но Он Ему Не доверяет И Думает А не Враг Может Волк Переоделся В моего Сородича И И Играет 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 Со мной В игры А потом Он Окажется Обовед Превратится В волк И Тогда Мне Нестопровать Что Интересно Интересно Здесь Конечно Можно долго Вглядываться В лица Тех Двух Молодых Людей И Пытаться Понять Что Боже Что же Имел ввиду Художник Когда изобразил их В таком виде Основная ассоциация По этой карте Которая Приходит Мне В голову Это Во-первых Оборонительные Позиции И Недоверие Недоверчивость К окружающему миру Ожидание Какого-то Подвуха И В отнести Какие Местные Местные Так Это Классическая Карта Здесь В общем-то Все То же самое Что Мы Видели На Других Кардах Давайте Я вам еще Сочетаю Свои Ассоциации Цветка Жезлов Настойчивость Уверенность В своих силах Оборонительная Позиция Закрытость Защищенность Защита Опасения Недоверчивость Потребность В безопасности Мой дом Моя крепость Быть значком Вносливость И Не могу прочитать слово А Несгибаемость Стойкость Восемь высоких Жезлов Вкопаны В землю А на девятый Опирается Уставший человек Его голова Перевязана И по его виду Можно сказать Что он Пережил Тяжелые Испытания Он Находится Дома В крепости А жезла Огораживают Его дом Забором От внешнего Мира Вы Удивительно Выносливо И способны Справиться С любыми Трудностями На вашем пути Конфликты Подходят К концу Пора сделать Последний Рывок К совершению Проекта Такое вот описание Каждая Девятка Жезлов Мы Перейдем К десятке Десятка Это Заключительная Карта Бронулированная А Дальше У нас Уже Пойдут Придворные Карты Это Паша Рыцарь Король Королев На десятке Жезлов Мы видим Мужчину Который Взял На себя Слишком Много Непосильных Ему Задач Он Держит В руках Хапку С десяти Жезлов И Ему Уже Буквально На лице Эмоция Какого-то Отчаяния И Ужас Он Он Желет Что Он Взял Здесь Десять Жезлов Или Может быть Даже Обостоятельства Так Сложились Что Пришлось Ему Все это Взять На Себя Он Уже Не Может Самостоятельно Справиться На Голоде Дорода Того Мы видим Как Он Видимо договаривается О чем-то С работодателем Работодатели Оплачивают Ему Аванс И Указывают Что Необходимо Сделать Но Ты Как В сказке Про Золушку Слишком Много Да Тедушка Попросила Сделать Золушку И Без Волшебной Грёздной Она бы С этим Никогда Не справилась Не Отправилась Бонопал Но У нас Здесь Не Сказка Поэтому Все Дело Заканчивается Тем Что У него Все Эти Жезл Рассыпаются И Он Сидит В Прострации И Упал Духом Получился Такой Эмоциональный Перегруз Точнее Не Эмоциональный Перегруз Точнее Не Эмоциональный Но Жезл Это Сверх Того Что Он Может Вывести Классическое Изображение Карты Галдерайдер Уэйд Здесь После этого Человека Мы тоже Видим Что ему Очень тяжело Идти А Наверное Совет Этой Карты Может быть Отложить Несколько Жезлов И Отнести Сначала Часть А потом Вернуться И Отнести Оставшуюся Так Десятка Жезлов Это Перегрузки И Тяжелая Ножа Заботы Проблемы Дела Нагрузки Изможденность Усталость Плохое Самочувствие Дефицит Витаминов Стресс Выгорание Тяжкая Ножа Работа На износ Изображенный На карте Мужчина С трудом Несет Вязанку Эти Жезлов Трудно Жонглировать Жизнь В таком Режиме Наносит Большой Урон Тел Нервной Систем Советы Карты Научитесь Просить О помощи Или Делегировать Обязанности Вы Заканчиваете Большой Проект И Ваши силы На исходе Но Скоро Вы сможете Отдохнуть Так Мы с вами Рассмотрели Десять карт Мастер Жезлов И У нас осталось Четыре Карты Старших Арканов И Самая Младшая Из них Это Баши Второй Символизирует Детей Или Как Это Допустим Молодых Работников Юноши Или Подростков И Также Это Вестники И Баши Злов Это Вестник Огня И Авантюр На этой карте Мы видим Молодого юношу В красно-оранжевой одежде На его Ковтане Изображены Ящерица Мы Помним Что означает Ящерица Мы Видели ее уже раньше На карте Туз Жезлов На его голове Мы видим шляпу с пером В руке Он держит Жезл И На заднем плане Мы видим горы Которые на самом деле Очень напоминают Египетские пирамиды И Земля Здесь Больше похоже На какую-то пустыню Песчаную Ну и У нас ведь Ящерицы Они Относятся К стихии Огня И Они как раз Обитают В пустынях Так что Здесь мы Видим связь На жезлов Слой стихии Огня Давайте Посмотрим Карту Из Которого До того Так Здесь Мы видим Как этот юноша Склонился На колено Перед Каким-то Странным Объектом Это похоже На какой-то Каменный Эбелиск С Изображениями Нанесенными На него Древними Людьми Или Может быть Даже Иными Цивилизациями И Паш Заинтересован Смотрит На эти Рисунки И Вероятно Пытается Разгадать Их Тайный Смысл Так Ну а здесь Уже Уже Немножко Другой Сюжет Мы Видим Бажа Пройдите Внимание На его Эмоции Мы Видим Девушку На заднем плане И она Смотрит ему Вслед Видимо У него Друг Паша С девушкой Было Какое-то Романтическое Приключение И Паш Решил Покинуть Девушку Потому Что Его Влечет В новые края Он Он Хочет Узнать Что-то Новое И В его Планах Не Хотел Оставаться Вместе С этой Девушкой А вот Она Похоже Рассчитывала На это Но Ваш Шезлов Это Получается Такой Немного Ветреный Юноша Поэтому С ними Нужно Осторожно Общаться Не Стоит влюбляться Маша Шезлов Скажем так Так Это Классическое Изображение Карты Из-ка лод Райдера Уэйта Ну и давайте Я Зачитаю Свои Ассоциации Паш Шезлов Это Импульсивность Жажда Приключений Также Баш Как я уже говорила Означает Юношу Или ребенка Вестника Огня И авантюру Ассоциация По этой карте Любознательность Желание Путешествовать Изучать Мир Познавать его Разгадывать Тайны Вселенной Это Любопытство Это Веселье И общительность Самопознание Поиски Приключений Легкая Общительность Оранжевый Цвет Это Цвет Духовного Просветления Юный Паш Стоит Спокойно И Взирает На Жезлов В руках Словно Представляет Бесконечные Возможности Его Использование Он Крепко Стоит На земле Но Пол Любопытство Благодаря Этому Сочетанию Он Может Забавляться Не причиняя себе Вреда Знаб Чего На его туники Изображены Саламандры А они Не горят В огне В правой В правой части Карты Изображены Целых Три горы Чем-то напоминающие Египетские Пирамиды Горы Второ Это испытания А пирамиды Означают Загадку Которую Бажу Жезлов Не терпится Рассказать К вам Сбежат Хорошие Новости Которые Будут Доставлены По электронной Почте Текстовыми Сообщениями По телефону Или В личной Беседе Увлекательное Время Новых Начинаний Уделите Время Тому Что вам нравилось В детстве И В юности Так И Теперь Следующие Карты Постарше Это уже Рыцарь Жезлов Рыцари Второго У нас Всегда Изображены На конях И посмотрите Какой У нас Рыцарь Огня У него Тоже Красочные Плащи С Изображенными Ящерицами С Аламатрами У него Такое Шикарное Красное Перво Из шлема Торчит И Его Конь Тоже Оранжевого Цвета Он На этой карте Встал На депы Он Наполнен Огненной Энергией И Они Вместе С Рыцарем Готовы Отправиться В странстве В приключениях И Он Не Абсолютно Неуловимый И Неудержимый Посмотрите Хвост Коня Похож на Пламя Горящее Рыцарь Жезлов На карте Из колоды Торо Торо Так Но Он Здесь Уже Сел на Своего Коня И Видимо Отправляется В какое-то Путешествие А Вот это Постройки На заднем плане Это Может быть Его дом Или Его Город Какая-то Крепостная Стена Вокруг города Он Покидает Свой дом Чтобы Отправиться В приключения Или По какому-то Заданию И Здесь Вот Он Добрался До Сфинкса Золотого Что у нас Сфинксы Обозначают Сфинксы Это Те Кто Задает Загадки Любят Задавать Загадки Видимо Рыцарь Может быть Как раз Я Хотел попасть К Сфинксу Чтобы Попытаться Найти Ответ На его Загадки Да В Каком-то Полноценного Сюжета На картах Рыцарь Жизла Я Не могу Увидеть Истия Рыцарь Скачет На своем Огненном Коне Пирамиды Пирамиды Как На предыдущей карте Башни Жест Так Это Классическое Изображение Карты Давайте Я Сочетаю Ну Кстати Хочу обратить внимание На этой карте Хорошо Видно Как Криво Коня На Это Перо Из Шлема И На его Одеянии Красные Перчатки Даже Вот это Обравление Желтой Мантии Которая Надета Поверх Наспехов Это все Напоминает Стихи Огня Красно-желтое Пламя Итак Рыцарь Жезлов Это Быстрые действия И страстные Отношения Ассоциации По этой карте Страсть Энтузиазм Вдохновение Пылкость Сексуальность Активность Спортивность Смелость Обворожительный Партнер Стремительность Прогресс Мотивация Энергичность Рыцарь Скачет верхом На рыжем коне В руках он держит Жезлов На желтые накидки Изображены Саламандры Элементы Одежды И кривых коня Напоминают Пламя Которое Расгорается В присутствии Воздуха И огня Оно Стимулирует Рыцаря Бесстрашные Действия Саламандры Защищают Его В его руках Жезлов С Ростками Это Символ Новых идей И роста Среди Безжизненной Пустыни Пирамиды Вдалеке Напоминают О тайнах И загадках Которые Привлекают Рыцаря Воздух Наделяет Рыцаря Коммуникативными Способностями А огонь Дает ему Пылкость И побуждает К активным Действиям В отличии От Божа Жезлов Рыцарь Выполняет Обещания Выполняет Свои Обещания Порой Он Ведет Себя Немного Амбициозно И поспешно Но Всегда Добивается Успеха Рыцаря Жезлов Рыцарь Красавицы Мужчины Обычно Влюбляются Женщины Ну Мне например Пришел сейчас Герой Д'Артаньян Из Тремушки Терва Он Похож На Рыцаря Жезлов Королева Жезлов Королева Жезлов Жезлов Это Ведьма Таро На ее карте Изображен Черный Кот Черный Кот Это Животное Которое Должно Быть У каждой Ведьма Черная Кошка Или Кот Это Любимец Помощник Ведьм Потому что Они Помогают Ведьме Очищать Пространство Вокруг От Негатива И Черные Коты Всегда Недоброжелатели Которые Могут Пожаловать К Ведьме Из Тонкого Мира Тон Так На Карте Мы Видим Шикарную Женщину В красивых Желто-оранжево-красных Одеяльях Она Восседает На Троне Трон Украшает Изображение Львов Также Мы видим Изображение Львов На Карте Которая Висит За спиной Королева В одной руке Она держит Распустившийся Подсолнух А в другой Руке Она держит Шезл Подсолнухи Помните Они были На старших Арканах Например На карте Фебенка Только называлась Карта Солнца Солнца То есть Это Связь Королевы Жезлов Со стихией Огня Солнцем Ведь Солнце Это и есть Огонь Это жизнь Так На Карте Искала Дорота Таффо Королева Королева Сидит На том же Самом Троне Котик Положил Лапки На ее ногу И как будто Помогает Держать ей Вот эту подсолнух И она Улыбается И тянется К этому Подсолнух А на заключительной карте Появляется еще Ящерица Заломандра И мы видим Что котик Ей заинтересован А королева Так же уседает На своем Троне И точно так же Держит Жезл И Подсолнух Давайте посмотрим Классическое изображение Парты Королевы Жезлов Здесь Королева Она как бы смотрит В три четверти На кого-то Не на нас А в Котика Такой Хитрый Загадочный Своими Желтыми Глазами С вертикальными Рычками Спас Прямо На нас И Сканирует А Можем ли мы Подойти К его Королеве Или нас Стоит прогнать И не подпускать К ней Так Королевы Жезлов Это Творческие Способности И Амбиции Мои Ассоциации К этой картин Ведьма Страсть Пылкость Активность Эмоциональность Интуиция Магические Способности Амбициозность Уверенность В себе Состоятельность Плодотворность Успешность Творческий Потенциал И Энтузиазм Королева Жезлов Воседает На Оранжевом Троне В одной руке Она держит Жезлов с ростками А в другой Зазревший Подсолнух Как на карте Солнца Перед ней Сидит Черная Кошечка Это говорит о том Что Королева Видма Дару И обладает Способностью Проявлять И творить Реальность Королеву В желтом одеянии На фоне Голубого неба Вдалеке Виднеются Пирамиды Вода Наделяет Королеву Эмоциями А огонь Придает Ей Пылкость И побуждает К активным Действиям Простите Что-то захотелось Спать Нам осталось Совсем чуть-чуть Поэтому Видео я Все-таки До конца Запишу А потом Может быть Встремлю Так Королева Жезлов Это энергия Интуитивной Способности К созиданию И Эмоциональная Отзывчивость В сочетании Со страстным Увлечением И Энтузиазмом Еще Про королеву Жезлов Говорят Что Это женщина Которая Сама Себя Сделала Она Имеет Четкие Сильные Внутренние Сдержи И она Знает Чего Она Хочет И она Уже Многого Добилась В своей Жизни Сама Без Посторонней Помощи Так Моя Исключительная Карта Это Король Жезлов В колоде Золотой Тару Лейдар Нурфу Король Жезлов Очень Напоминает Иона Маска Очень Похоже лицо Король Жезлов Это Тот Мужчина Который Всего Тоже Добился Точно Так же Как Королева Это Успешный Предприниматель Почему Ион Маск Еще Подходит Короля Жезлов Потому что Ион Маск Стремится Познать Тайны этого Мира Он Разрабатывает Космические Корабли И Его Спутники Простят Просторы Вселенной Просторы Космоса И Он Двигает Конечно Вперед Эту Сферу 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 Космических Путешествий И Открытий Так что Мне кажется Что художники Неспроста Короля Жезлов Изразили С лицом Иона Маска Так же Мы Саламадр Льва И Вот тут У него еще В ногах Ящерица Ящерица Это Неуловимое Животное И В случае Опасности Она Может Если ее Кто-то поймал За хвост Может Отбросить свой хвост И Потом Вырастить Новый Это Даже В каком-то Смысле Магические Способности И Это То Качество Которое Присуще Королю Жезлов Так На Карте Из Которого Мы видим Как Король Сидит На своем Дроне Рука Проведения Протягивает Жезл И Перед ним Лев Это конечно же Тоже символ Огня И символ Власти Огнекривый Лев Так И На Карте Второй Последствий Мы видим Что Король Поставил Свой Жезл В сторону Отставил Его В сторонку И Он держит На руках Красную Ящерицу Она Как будто Его Слуга И Докладывает Ему Какую-то Интересную Информацию Так Давайте Ещё Посмотрим На карту Короче Я знаю Кому Здесь Мы видим Всё То же самое Саламандры Львы Ящерица И Король Восседает На своём Дроне В красном Жёлто-зелёном одеянии А Король Его напоминает Язвякий Пламя И В руках Он держит Жезл С зелёными Ростками Так Король Жезлов Это Власть Авторитет Это Руководитель Предводитель Стабильный Спокойный Энергичный Это Зрелость Уверенность Решительность Харисматичность Успешность Это Зрелая Сексуальность Это Устойчивость Верность Предприимчивость Дальше Слово Которое Я Не могу Прочитать Сейчас А Это Инициативность Высокий Потенциал И Мастерство Король Шезлов Готов Это Здоровая Энергия Уверенность В себе Верность И Способность Руководить Действуя Из Чувства Стабильности И Целостности Король Сидит На своем Троне Украшенном Львами И Саламандрами Символами Силы Он Смотрит Вдаль По виду Готов В любой момент Броситься В бой Рядом с ним Саламандры Готовы Помочь ему Если потребуется И Хоть Король Шезлов Много Что Делал В своей Жизни Он Умеет Делегировать Задачи И Беречь Свою энергию Он От От Пылкости И Необдуманных Действий Его Защищают Зеленые Туфли И Зеленая Мантия На плечах В Короле Шезлов Удвоенные Стихи Огня А это означает Чистые амбиции И действия Колоссальный Прогресс Или Сильный И серьезный Рост Бизнеса Туфли Интересный И Любознатель Информации Так Я Вас Всего Очень Люблю Целую Пока 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...